Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Крохтианапа, поселок Джимоте. Сегодня мы с вами пойдем протестируем столовую Рай. Мы каждый год это делаем и надеюсь, что в этом году будет все вкусно, классно и прекрасно в ней. Ну, а с вами посмотрим по ценам. Что, как и почему. Вы пишите обязательно в комментариях, еле тут, как вам цены, свои отзывы. Может быть, куда-то вы еще ходите в Джимоте покусать. Жду вас. Пойдем смотреть. Адрес у столовой, Пионевский проспект, 40D. С другой стороны у нас находится дача Аквапарк Текитар. Туда находится у нас Рота ДПС. Ну, если вы, что здесь выглядит именно вот так. Мы заходим, поглядеть, что там есть у нас. В принципе, я думаю, что еще не все работает. Левая сторона еще не функционирует. Здесь уже люди сидят и едят за столом. Красота. Мы, кстати, будем кушать на ней. Здравствуйте, Оксана. Смотрим, где здесь есть салатики разнообразные. Красиво все выглядит. Ну, пронирь свежая. Все попробовать не сможем, но надеюсь, что получится. Яйцо это одно и 20, соли 95. И здесь, в принципе, все видно. Красиво, классно и прекрасно. Надеюсь, что мы все репетим. Здравствуйте. Иди выбирай. Есть санузел, есть микроволновки, чтобы подогреть. Тут какой-то кофеаппарат. И, в принципе, все удобно. Вот он, пельмешки. И жаркою по-домашнему. О, я его буду, наверное. И окрошка 110, компот морского 50. Дальше смотрим на второе. Разные овощи. Вот хвост павлина, кстати, вкусная тема. Рыба с обобщами. И картошка. Хорошо, 120. Как только запеченый отварной. 110 рублей. И одна порция, это, ребята, и там тоже цена за порцию. Это капуста в бивочном соусе. И есть еще овощи запеченные за 120 тоже за порцию. По ценникам можете все, в принципе, разглядеть. Здесь у бивочек все подписано. Видно буша с овощами. Рыбка разнообразная. Все за стеклом. Я думаю, что для многих это будет важным фактором при выборе продукции. Я думаю, ассортимент еще не совсем большой. У меня есть 50. Давайте немного картошка. Еще там. Смотрим дальше. Гарниры, ребятки. Я взял по домашнему рогу. Оксана берет нам другое. Ух ты, даже творные языки из говядины. Кого здесь, как говорится, только нету. Выбор просто огромный. Колбаски, шнитель и филе куриное. Сладкое смотрим тоже. Выбор большой. Соусы, тоже есть горчица, сметана. Еще кексики. С этой стороны тоже по меню можете все разберетесь. И здесь у нас вы видели. Очень интересно, кстати, хлебушек. Еще в прошлом году ел. Маленький. Своего приготовления можно взять булочками. Либо обычный, нарезной. Сок можно было взять наливной. И по чаечкам, ребятам. Также в холодильниках есть тортики. Также есть кофеечек. Капучино латая. Кстати, ценники вообще отличные. Получилась у нас вот такая вот красивая полянка. Столовая рай. И по ценникам можете увидеть, что почем сейчас выходит. Сколько это стоит. То есть, в общем, 960 рублей за это. Больше свежей капусты 90. Кабачок фаршированный 150. Картофель запишеный отварной 120. Творожник вот вкусный взял. Кокексик Оксана 130. 180 рублей жаркое по-домашнему. Это моя вот эта баночка. 20 рублей хлебушек. Два раза по 20. 150 рублей солянка сборная мясная. Компот морс. 50 рублей два раза. Все, собственно. Так, соляночка, ребята. Огурчик, мяско. Никакой картошки мы не видим. В принципе, все как и должно быть. У нас несколько видов. Смотрим борщик. Выглядит вот так вот. Все, в принципе, на месте. Я уже две ложки съел. Я ем больше без сметаны. По вкусовым характеристикам. В принципе, приятно. Мне нравится. Очень вкусно. Я жалко не заснял вот эти эмоции, как Оксана кусала этот хлебушек. Я прямо очень зашел. Очень вкусно. Ребятки, это жаркое. Прям чувствую. Чесночок. Очень-очень вкусно. Уже. Выглядит вот так. Смотрите, сколько нас. Мясо стоимость 180 рублей. У него помидорчик сверху. Я чувствую, кому-то сейчас будет очень вкусно. И мой борщик уже исчез. Оксана чуть-чуть медленнее поглощает соляночку. У меня горячее. Еще показать, как я буду дегустировать. Потому что я очень сильно люблю жаркое. Картошечка, видите, мягенькая. Это просто восхитительно. С чесночком курочка растаяла. Картошечка тоже идеальна. Оксана победила соляночку. И следующее блюдо у нас... Лодочка. Из курицы и сыра. И кабачков. Это вкусно. Это? Да. Причем, как котлетка, знаете, такая вот нежная. И очень клевый кабачок. Я прям ожидал, вот такое будет сопротивление. Как, знаете, в боках готовят. А здесь он прям так нежно. Ух, и зашел. Это вот насколько популярное стало. Только все покушали, разошлись. Тут 25 новой очереди. Как картошечка? Мягенькая, хорошо сваренная. С укропчиком прям. Скажи про этот хлеб. Я не могу, она просто восхищается. Это бесподобный хлеб. Просто восхитительный. Почему тебе так понравился? Вкусный. И вот, когда кусаешь, такие приятные ощущения. У него такая консистенция приятная. И вот эти вот кунжутные семечки просто. Я обожаю хлеб с кунжутными семечками. Я слушала, говорит, это такая... Ну, ладно, дай бог. С этим хлебом вся еда вкусна становится. Я в шоке. Да столько восхищаться хлебушком. Ну, значит, очень вкусно. Ребята, я все съел. У меня остался один компот. И Оксана потихонечку доедает уже. Мы дегустируем... Творожный кекс. Кекс – это всегда хорошо. Особенно, если он творожный. Смотри. Так, надо творога. Ламу брода кишечка. Как чизкейк получается. И плюс еще песочное тесто. Дай мне кусочек. Хорошо. Я тебе самый вкусный кусочек отрежу. Не сверх сладкое. Детям будет прям огонь. То есть обычно... Вот я, знаете, ожидал, как чизкейк, что он будет сладкий-сладкий. А получилось, что... Самое то. Да. Сружечка от печени. Здесь за собой убираете сами. Поставили. И все. Можно, в принципе, уходить. Оксана не смогла доесть кусочек. И берем его с собой. Тебе в столовой это понравилось? Вернулось бы сюда. Да, мне понравилось. Было вкусно. Кстати, из детских стучек я об этом не сказал. И я хочу сказать, что каждый год сюда прихожу. По ценнику, вот, можно говорить, там, дороже, дешевле. Спорить, качество продуктов здесь отлично. И вот сейчас уже в телеграм-канале, на который я вас призываю подписаться, вы видите его на экране, там уже люди пишут о том, что здесь очень вкусная еда. По цене, возможно, дороже. Возможно, дешевле, чем где-либо. Вы принимайте решение сами, ребят. От себя я, если буду в джемоте голодный, обязательно пойду с того гора. Мне здесь нравится. Всем? А, нет, давайте не прощаемся. Пойдем на море. Сходим через джемотинский проезд. Пойдем. Здесь продолжают еще розочки цвести. Красота. Ну вот, хотел уехать. Вспомнили, что здесь рядом море есть вовремя. Это разнообразный тоже аттракционный дом страха. Это перед парком аттракционов, которые находятся дальше. Солнечный остров, называется. Здесь же постепенно все работает. Тир, это тир, как раз вообще, раньше всех открывается, позже всех закрывается. Потому что, ребята, кросят бабки по полной программе. И вот там самое главное, впереди заработал уже парк аттракционов. Солнечный остров заработал парк развлечений уже. И потихонечку все входит в сезон. Там ребята открываются, начинают работать. Но будем надеяться, что этот сезон их тоже порадует хорошими заработками. Мы утеплились, становится прохладно. Было плюс 17 градусов. Идет дождик и плюс 17 градусов температура воздуха. Здесь готовится к открытию еще одна столовая. Тут что-то перекопали, не восстановили. В общем, у нас все как всегда. Мы идем на джематы одеянные, друзья мои. Суть отдыхающие у меня есть. И там, и там, и там. Машин очень много, кстати, еще двигается. Ребятки, джематы один. Переходим. Здесь у нас по пути работает долина. Магазин круглогодичный раздневных винных и разнообразных продуктов. Там какой-то, кстати, ремонт, что ли, делают. Слева торговые павильончики запустились. Туда у нас ЖК Пионерский есть, он работает. Тут готовится кафе, столовая, полет. И уже даже не готовится, она уже открыта. Ох, разнообразная сувенирная продукция. Тут на углу, ребята, уже тоже жарят шашлычки. Ага, я думаю, в кафе полет, да, поработает. Люди там уже сидят, не едят. Сувениров, кстати, очень много. Все переживали, как этот проход к морю будет работать в этом году. Ведь все-таки здесь идет строительство. Но пока мы видим, что особо никому ничего не мешает, мы проходим. Торговые ряды хоть и не все, но работают. В дальнейшем мы увидим уже, я думаю, как оно все запустится в полной мере. По ценникам я, честно, пока спрашивать никого не хочу, потому что они меняются сейчас очень стремительно. Вот еще одно столово готовится. Ай, Маша и Медведи. Ты туда еще пойти покушать? А, все, смотрите, тут вот он, трындец начинается. Ну, стройка, да, шума нет, не слышно. Но видно тут все, как бы, очень печально, некрасиво. Ай, переходим на ту сторону. Грустинка выглядит именно вот так. Также работают разнообразные аптеки. Здесь у нас проход на Гран-Пуис, Гран-Прибой на их территории. Как бы хотелось, чтобы уже быстрее завершилось все это. Но, честно скажу, что, вот, смотрите, фасадчики уже, короед, скоро будут наносить. Клеем уже затягивают минвату, которую сделали фасады. Так что в ближайшее время, я думаю, здесь уже будет все закончено. Я даже думаю, что здесь снимут пленку и уже откроют снизу магазины в этом году, которые тут находятся. Продукты магазин. Дальше еще одна столовая, она здесь должна быть, но она пока тоже не работает. Ждем сезона. Тут девчонки косички плетут. Духи продают. Прочти. И еще специи разнообразные, ребятки, тоже продаются. В общем, вовсю. С правой стороны торговля ведется. Это, на самом деле, прям очень хорошо. Может даже нас порадовать. Фрукты, овощи. Жалко, здесь тематика без цен работает на 200%. Не хочется мне уточнять. Честно, да, это. Идешь прям, вы слышите звуки, да, там где-то такое ощущение, стяжки льют. Звук от такой махины, конечно, огромный. Дальше выходим. Белый пляж. Сюда проезд, в Джиматинский проезд. Здесь работает, все, я давно не видел, чтобы она работала. Столовая еще одна. Как-то давным-давно снимал на нее обзор. Кару, гостевой дом, Шихан. И вот, вот, вот по всему этому мы идем дальше на пляж. Работы здесь еще много. Тут тоже, смотрю, ребята что-то пытаются продолжать. В общем, в этом году Джиматинский проезд ждет огромное строительство. Здесь Белый пляж построил торговые ларечки. Опять во всю длину. Вот предприниматель, вместо того, чтобы сделать какое-то добро для людей, скамеечки, лавочки, деревья, благоустройство делают заработок себе более большим и стабильным. Собственно, в большом сошлении так происходит. Вот здесь свои гостиницы даже уродуют места, устанавливают дополнительные торговые площади. Хотя, вот, один бы пожарный инспектор пришел бы, на все это посмотрел бы и свернул бы все это строительство. Я думаю, что с левой стороны, что с правой стороны эти территории, уверен, чтобы не подошли под это использование. Ну, и напишите в комментариях, как вам. Сегодня в Телеграме публиковали, как там один Мерседес доставали силами МУПа при помощи ДПС полиции. Сказали, что ему там штрафчик выписали. Но при этом никто не посчитал ни работу ДПС, ни почему не появились те самые доблестные полицейские курортные на квадроциклах. Ни сколько будет стоить работу наших тракторов, ни сколько будет стоить восстановление пляжа. После того, как трактора его там утюжили, эта машина по нему ездила. Вот такая вот печальная ситуация. Ну, мы ждем, что, может быть, когда-нибудь посчитают. Вот здесь тоже очень много разных гостиниц. И мы выходим с правой стороны на Белый пляж. Устанавливают свой пляж. И по прямой уже к морю. Ух ты, какие навесы в этом году здесь красивые. Смотрите, прям вау. Ну, хочется единственное, знаете чего? Тепла, чтобы оно уже быстрее пришло. Люди-свиньи бросают мусор. То там, то там. Ну, как-то сейчас ругаться на людей не особо приходится. Потому что мы с вами прошли целый проход. А знаете что? Ни одной мусорки. Я уж про скамейки молчу. И другое благоустройство, которое бы хотелось там видеть. Нету этого. Поэтому люди идут и разбрасывают все везде, где только можно. С левой стороны у нас Джамайка пляж. По прямой здесь аренда лежаков. С правой стороны другие арендаторы. Ну, и разнообразные пляжные территории под благоустройство делают. Здесь ребята уже привезли лежачки. Установили переодевалку. Одна. Тут вторая. Вон, делают барную стойку. Мне прям что-то очень заходит. Вот эта красота. Посмотрите, как это выглядит. Новые навесы в этом году. Смотрятся просто шикарно. Они необычные. Такие тенты растянут, натянут. Хотя ничего такого сложного, но прям круто. Мне очень понравилось. И здравствуй. Морюшко Джимате. У нас идет тучка с правой стороны. Дождика вроде бы нет. Все хорошо. Вот там, смотрите, вдалеке, на пляже Лады светит вообще солнышко. Красиво. Здесь дельфинчики возле пирса. Самое главное, ребят, море почистило. Смотрите, все водоросли выкинуло. Как я говорил, когда ежичок какой-нибудь задует, маломайский, будет прям хорошо. Плюс море поднимет температуру. Я думаю, что оно должно быть теплее, чем было до этого. Но сейчас мы точно с вами узнаем все температуры. В общем, такая вот красота. По периметру пляж Джимате, Джиматинский проезд. Так, температура воздуха 26 градусов у моря. Это значит, что и море сейчас будет примерно такой же температуры. Замеряем. Ну что, мои дорогие друзья. Надеюсь, что сегодня максимально полезный видеосюжет был. И столовую посмотрели. И к морю дошли. Буду стараться почаще делать такие для вас. Но мы ждем тепла и вас на море. Скоро лето, мои дорогие. На календаре сегодня, по-моему, 29 мая 2024 год. Надеюсь, что сегодняшний ролик мы смотрим день в день. Температура моря 21 градус. Великолепная. Купайся, не хочу. Многие любят 22-24, но я бы здесь сегодня купался в удовольствие. Поэтому температура воздуха тоже прекрасная. Ветер южный, небольшой море. Чистая, прекрасная и классная. И мы вас ждем, друзья. Приезжайте обязательно. Море, мое, а море, мое. Море, мое, мое. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!